не ну нет ну вообще вот ну ебейший шов на самом деле вот интенс это полная по сравнению с по сварке реально вот длина стежка вот 2 и 6 миллиметра примерно и чем ну да ну причем они одинаковые базарим у шанги цирку серии не ну здесь чуть крива 0 конечно чуть-чуть ребята это б монокок это две половинки сделали вот так нахуй какая штучка с логотипом бмв да и и и логотип бмв чуть не потерял прям это вот вот здесь логотипы эти вот выносит полный вынос очков полный просто тут это такое да это просто и экстези и экстези приветствую зрители и подписчики канала и онлайн и что у нас сегодня в обзоре правильно бэха вот она серебристая нормальная бэха как и должно быть тут сейчас будет два лагеря первым танец лагерей будет много первое старое говно что-то рассказываешь дичь нам не интересно и все ребята могут собраться воедино и друг другом осуждать что это все-таки какая-то хрень я решила рассказать потому что этот велосипед реально не хрень вообще это реально очень прикольная штука во первых рама да по самым древним технологиям но как она сделала а первые треугольник это монокок две половинки сварены между собой с ровной длиной стежка вот они вот вот можно длину так померить какой-то варит артем вот и разделить то количество стежков потому что расстояние между стежками одинаковая рулевой стакан эти перемены толщиной стенки и все чтобы вот это вот нормально работало они сделали целую кучу косынок здесь ребра жесткости косыночка где половинки выходят так отдельно трубой здесь еще одна труба вот это отдельный узел туда варена труба кареточного стакана которая отдельно отфрезерована была пацаны заморозить по максимуму здесь еще одну косыночку сделать здесь еще одну косыночку сделали в общем все жестко прочно и прикольно подвеска фср и внимание велосипед то судя по вот этим компонентам как бы так год примерно определить но я думаю где-то делаем ставки господа я думаю 2005 год 2004 во первых стены хон мало кто знает но это экстремального такая серия ранее была под стандарт холл тэч и он полностью дублировал старый добрый lx только с толстенным валом ну там прям вот стали очень много далее трансмиссии x7 с рэм а что мы знаем о трансмиссии с рэм она появилась в этом исполнении в этом дизайне примерно в середине нулевых годов можно полистать каталоги но я не готовы свои ролики просто рассказываю как есть про велосипеды тормоза х с кстати с отдельно внутри корпуса там стоит манжета точно так же как был реализован в последующем эликсир они такие вот мы что-то придумали да ни хера вы не придумали вот это так было давно сделано в компании хайс кстати компания хайс это с монету это вот родственные пацаны и здесь стоит монету а морд воздушные с блокировкой скорости оскока и вилка монету black но что в этой вилке примечательного есть вот там по трошке от нее лежат она притомилась а притомилась в этой вилке регулируемый ход то есть она была воздушная снизу накачивался воздух в две камеры которые между перетекали воздух перетекал в зависимости от положения регулировочной иглы талос тоже нервно курить сторонки до стояла монетка для регулировки хода и талос что там крутить посрудить рукой внизу вилки а здесь вот нажал на монетку все было прикольно но там на это время износились стенки там риски появились ввиду того что вилку никто не обслуживал и она превратится в пружинную но зато замечательно работающую это нодированный старый добрый монету который довольно таки долго работает колеса мари кросс лэнд сейчас все пацаны собрались вместе и смотрим как реализован нормальные маякерские колеса я знал несколько комплектов таких колес которые реально очень долго убивались при мне один такой комплект колес отходил примерно в районе 20 тысяч километров в спортивно-тренировочном гоночном режиме на убой то есть когда железо убивается и работал все до тех пор пока не был протерт оба то есть это колеса периодически работали на ребрейках периодически на дисках за время службы колес несколько раз менялись промы и внимание сзади два промоопорных и насыпной барабан и несколько раз перебирался барабан с новой смазкой потому что изнашивались дорожка качения в барабане если вы составляете аналог с шимана то грубо говоря у вас несколько барабанов бы умерло но при этом собачки там продолжали работать и венец не износился колеса умерли по причине смерти ободов ну и соответственно там тоже спицы начали отклёпывать уже после там лютого пробега вот это маяк это качество маяк вот этот велосипед где-то середина нулевых годов является эталоном качества можно говорить что это старая геометрия это там музей это что-то что-то но это приятный велосипед качественно исполнен в каждом элементе и именно такие велосипеды заслуживают вашего внимания если вдруг вы задумались о том что было бы неплохо такой велосипед приобрести ищите и вы всегда найдете хороший старый добрый байк берегите свои велосипеды обслуживайте с вами сервис велосипедов до скорых встреч я гоняюсь знаешь что такое бэхо видел эту задросток задростку хуйню где у них а шаровой да блин вот так стоит рычаг на хуй здесь шаровые блять вообще пиздец то есть они взяли и вообще это это бэхо mercedes mp research делал ну нет для мерседеса делал несколько компаний один самый тщательно я по ресерчу это как бы известная тема и довольно-таки много в россии на того штук 20 а у с бэхо вообще проблема я за ней уже задолбался охотиться не на хуйенный конечно таком конечно блять ну блин на хуйен я прям вот да почему нет даже столько вилки на работала у тебя монеточка регулировка хода такой хуяк как царь едет хуяк как спортсмен блять как талос там игла просто перемещается и те воздух перетекает из низа вверх все осталось то же самое ты его подвинул блин только осталось ты говори как там шерудишь как у себя блять на хуй ручка там соли жгли здесь ты монетка нажимаешь монету запатентовала архитектуру вилок который купил рок-шокс то есть все архитектуру всех вилок рок-шокс монету это было придумано в этой компании как сделано воздушная пружина как сделан масляный демпфер вот именно устройство телескопа целиком отскок блокировка все это хуйта было придумано в монету